Тэми Грейв живет в штате Северная Каролина, США. В свободное от работы время она посещает местные приюты для животных, чтобы сделать фото и разместить в интернете. Так волонтеры пытаются помочь брошенным животным найти новый дом. Ведь если этого не произойдет, их просто усыпят, чтобы освободить место для все новых бродяг. На этот раз Тэми особенно заполнился один из псов. Она не просто опубликовала его фото, но и написала послание на интернет-странице организации. Вот что происходит, когда владельцы отдают своих питомцев приют. Еще вчера утром этот парень проснулся на любимом диване в ожидании вкусного завтрака, радостно запрыгнул в машину, ожидая оказаться в парке, или в худшем случае, у ветеринара. Но вместо этого владелец привез его туда, где в отчаянии лаяли еще 275 собак, где пахнет смертью, а двери закрыты на засов. Животных уводят, и они больше не возвращаются. Он еще не знает, что его ждет. Не его вина, что он родился в доме безответственных людей. И сегодня он, перепуганный до смерти, сидит в луже собственной мочи. Слишком напуган, чтобы двигаться, чтобы смотреть людям в глаза, он жмется в угол, словно пытается слиться со стеной. Он не хочет, чтобы его видели, надеется, что, став незаметным, избежит своей судьбы. Вот к чему приводит безответственность владельцев и система приютов. Это не приют, это не спасение. Это безответственность. Тысячи людей переслали друг другу это сообщение, и сотни из них сразу же вызвались забрать, домой перепуганного черного лабрадора по кличке Кэш. Теперь у Пса есть новый дом, и любящие владельцы. Кэш понемногу приходит в себя. Но за стенами приюта, откуда его забрали, сотни животных по-прежнему томятся в ожидании смерти. Все они оказались в приюте, потому что владельцы наигрались и решили, что не так уж сильно хотят иметь питомца. Было бы неплохо, если бы желающих отдать собаку в приют заставляли провести, хотя бы один день в такой вот камере. Пусть подумают. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.